Уважаемые соотечественники, наши уважаемые зарубежные гости, дорогие ветераны! Сегодня мы вспоминаем важнейшие страницы своей истории. Отмечая годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, мысленно проходим дорогами побед. Начиная с освобожденного Комарина и завершая героической Брестчиной. Это и есть наш путь, путь к нашей независимости. Ровно 80 лет назад, 3 июля, после диких лет оккупации над столицей нашей Родины, вновь было поднято красное знамя. Знамя, которое в один миг стало историческим символом нашей свободы. Волей белорусского народа, образ этого знамени сохранен в полотне государственного флага Республики Беларусь. Волей белорусского народа день 3 июля стал государственным праздником Днем Независимости. И праздник, и символы нашей страны – все это дань памяти советскому народу-победителю. Дань памяти белорусам, вынесшим на своих плечах все тяготы страшного военного лихолетия. Сегодня мы смотрим на те события с высоты тысячелетнего исторического опыта. Смотрим в самую глубь веков. Таков вызов времени. Времени обострения геополитических рисков и угроз. Ничего принципиально нового в нашей жизни не происходит. Ни сегодня, ни тогда, в далеком 41-м, когда на нас двинулись западноевропейские орды. Через белорусскую землю и раньше проносились смерч крестовых походов, кровавые потопы уничтожая до основания жизнь людей. Но земля возрождалась. Народ наш становился сильнее. Так завязывался сакральный узел восточнославянского единства. Единство, испытанного войнами, междуусобицами, бесконечными интригами, сменяющих друг друга политических центров силы. В веке нашего исторического развития – это смена эпох великого могущества и величайших потрясений. Это историческая стезяна, которой, мужая, закалялся и формировал свое национальное самосознание наш белорусский народ. Я как-то говорил, обращаясь к нашим и не нашим журналистам. Нам надо оставить все дебаты о том, были или не были белорусскими сменявшиеся здесь друг друга формы государственности. Это важно, но не столь значимо. Был народ, народ, который стал нацией. Важно то, что происходит сейчас. Важен конечный результат. Не было бы этого самосознания, не было бы и великой победы, не было бы сегодня страны, ни нашей, ни любой другой на всей территории бывшего Советского Союза. Тогда, в 80 лет назад, на святой белорусской земле завязался новый сакральный узел – узел многонационального советского единства, еще более сильный. Мы помним сыновей и дочерей всех республик СССР – западных и восточных, южных и северных, всех, кто смотрел смерти в лицо, но поднимался в бой, освобождая нашу Беларусь. Каждый знал, что здесь, на этом рубеже, решалась судьба и его малой родины, судьба родных и близких, даже если они находились в тысячах километров от этого самого Белорусского фронта. Каждый советский воин вел священную войну за будущее огромной страны – от Бреста до Владивостока, от Мурманска до Ташкента – вел ее здесь, в Беларусь. Беларусь помнит героев. Имена многих уроженцев братских республик увековечены в названиях улиц наших городов и сел. В их честь и славу под Минском воздвигнут Курган, земля для которого собрана со всех уголков Советского Союза. Великий, по своему замыслу, он возвышается как символ советского народа, народа-победителя. Беларусь помнит, помнит и вклад в победу стран-участниц антигитлеровской коалиции. Жаль, что той коалиции больше не существует. И жаль, что новые западноевропейские элиты повторяют ошибки своих предшественников. Что сегодня реально объединяет коллективный Запад? Жажда наживы за чужой счет. И генетическая ненависть к победителям, к нам. Не устану напоминать, что против Советского Союза воевала вся Европа. Под гитлеровскую свастику встал легион граждан ее государств. Более десятка иностранных и собранных из коллаборационистов дивизий фанатики, принесшие в жертву свои народы. А за их спинами стояли элиты, политики и бизнес, сделавшие ставку на победу фашистской Германии. Все, от солдата вермахта до производителей шоколада, одежды, оружия и техники для нужд германской армии, ответственны за геноцид советского и белорусского народа. Это они. Более чем за три года оккупации превратили Беларусь в выжженную землю. А сегодня их потомки, вместо того, чтобы каяться, отмаливать грехи своих дедов, душат нас санкциями, угрожают нам оружием. Я в жизни много видел и многое пережил, но карта Беларуси с местами захоронений шокирует и разрывает сердце. За каждым значком тысячи зверски убитых мирных стариков, женщин и детей. Миллионы наших стариков, наших женщин и наших детей. Кому они угрожали? 80 лет прошло, но мы вздрагиваем, когда слышим слова оккупация, геноцид, карательные операции, лагеря смерти, гетто. Мы со слезами смотрим на лица людей, переживших этот ужас. Фото и кинохроники тех лет, наша память и наша боль. Потому что в каждом кадре история наших семей. Нужна ли эта правда Западу? Нет. У руля наследники тех, кто капитулировал. Наследники и идейные, и прямые. Для них в 45-м ничего не закончилось. Более того, начался новый крестовый поход. Они снова думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома и держать это чудовище на коротком повадке. Снова не понимают, что этот зверь неуправляем. Он сорвется, но придет к ним в их же дома. Мир опять балансирует на грани очередной глобальной катастрофы. А что мы сделали не так? Разве мы, наследники победителей, не вели себя корректно и достойно? Мы, что ли, заставляли строить мемориалы нашим героям в той же Польше? Это делал польский народ. Люди, которые знали и видели, сколько советских солдат полегло, освобождая Варшаву. Более полумиллиона тогда не дошли несколько шагов до победы. Это забыли. Но мы-то помним. Разве не мы протянули руку дружбы всем странам гитлеровского альянса, поставив в мирную жизнь и добрососедство выше причиненной тогда нам боли? Мы долгие десятилетия, в каждую памятную дату той страшной войны аккуратно подбирали слова, чтобы не оскорбить национальное чувство немцев, австрийцев, чехов, румын, наших прибалтов и даже братьев украинцев. Говорили о палачах, топтавших белорусскую землю, как о людях без лица и гражданства. И к чему это привело? Они перерасматривают итоги. Безумцы. Можно перевернуть все могилы наших солдат, павших в борьбе с нацизмом. Разрушить все памятники. Переписать, наконец, все учебники. Можно бесконечно вытирать ноги о решении Нурнбергского трибунала, но итоги Великой войны не изменить. Наша победа – это их унижение, и они с этим должны согласиться. Позорная страница жизни западноевропейских цивилизаторов, которую они стараются стереть из памяти и не только своей, но и своих народов. Но на каждый сломанный мемориал мы ответим новыми фактами их преступлений, новыми именами убийц наших женщин, наших стариков и наших детей. Мы не питаем иллюзией, что Международный суд признает геноцид мирных белорусских жителей или осудит доживших до старости преступников. Этот якобы независимый орган слишком ангажирован и зависим. Но неонацистам придется слушать и слушать страшные подробности преступлений своих предков, слушать снова и снова. Великая Отечественная – это апофеоз тысячелетней истории войн и сражений западной и восточной цивилизации. Мы в этой истории уже поставили точку один раз, но будет – поставим и второй. Хотя они и без нас справятся. Отказ от традиционных ценностей, мода на child-free сделали свое дело. Посмотрите, кто стоит в авангарде антибелорусской, антирусской кампании. Бездетные политики. Их род заканчивается. Им даже ген ненависти некому передать. Занавес. А с народами западных стран, с теми, кто живет ради будущего своих детей и внуков, мы всегда найдем общий язык и договоримся. Ничто и никто не заставит Беларусь свернуть с этого пути к миру и созиданию. Дорогие соотечественники, в следующем году мы отметим 80-летие величайшей победы. Для нас это еще и годовщина новой вехи национального строительства. В 1945-м Белорусская Советская Социалистическая Республика подписала устав Организации Объединенных Наций. Мы стали в один ряд с государствами-основателями, как страна, принявшая на себя основной удар, понесшей тяжелейшие потери и оказавшая беспрецедентное всенародное сопротивление агрессору. Горько и больно знать, что международная легитимность стоила нам страшных человеческих жертв. Вот это так было, таков закон жизни. Как человек приходит в мир через боль, так и нации рождаются в страшных муках. Взрослеют, крепнут в борьбе за жизнь, за свободу, за свою историческую память. Мы этот закон усвоили, поэтому делаем все, чтобы не свернуть с дороги, проложенной предыдущими поколениями. Более 30 лет мы идем по ней, перешагивая через санкции, политические интриги, шантаж, информационные провокации. Строим Беларусь вопреки самым мрачным прогнозам и предсказаниям. Нам пророчили крах, помните, нашей государственности в 90-е. Наш суверенитет ставили на кон в 20-м. И тогда и сейчас мы прошли по самому краю. Но хватило мудрости, сил, характера сохранить народное достояние, свои традиции, ценности и историческую память. Поэтому живем в мире и у нас огромные планы на эту самую жизнь. Наши цели – высочайшая технология, работа для людей, продажи за пределы страны, половину мы продаем, экспорт, инвестиции. Это основы национальной безопасности любого государства. Наш приоритет – люди. Мы продолжим делать все, чтобы в каждом уголке страны улучшались условия для создания семьи и рождения детей, для труда и отдыха, для достижения желанных высот в науке, творчестве, культуре и спорте. Успех по всем направлениям в наших руках. Технологии, передовые производства, освоение космоса – все это будет, если сконцентрируемся на своих целях и возможностях. Говорил и повторю, наше золото – это люди, талантливые и трудолюбивые. Это не комплименты, это оценка сегодняшних достижений наших с вами. Западные, так называемые партнеры, сделали все, чтобы наши предприятия развалились. Они работают, люди трудятся в своей стране, получают заработную плату. Нам предрекали логистические пути на Запад, их перекрыли. Мы проложили новое на восток, на север, на юг. Отказались от наших товаров, их у нас с удовольствием покупают жители других стран. На порядок выросли реальные доходы граждан, неузнаваемо преображаются города и села Беларуси. Мы построили и отремонтировали тысячи километров дорог и не останавливаемся. Строим новые станции и запускаем новые линии метро. Наши успехи в машиностроении, сельском хозяйстве, космосе, биотехнологиях, военной промышленности, производстве лазерной техники, микроэлектроники признаны во всем мире. Особенно в России в это непростое время. Вместе с братьями россиянами построили собственную атомную электростанцию. Вместе с китайскими друзьями с нуля создали легковое автомобилестроение, ракетостроение. В медицине достигли уровня, о котором еще каких-то 20 лет назад мы даже не мечтали. Белорусские ученые работают и в Арктике, и в Антарктиде. Мы сумели создать экономику с таким запасом прочности, что нами очень сложно манипулировать. Сегодня уже никто не скажет, мол, мы прекратим вам поставлять продукты питания, и вы умрете с голоду. Помните, это же совсем недавно было. Мы сами себя кормим и реализуем продовольствие на рынке более 100 стран мира, получая от этого более 8 миллиардов долларов ежегодно. Бесполезно нам угрожать запретом на продажи машин, агрегатов и их обслуживание. Многое делаем сами, от комбайнов и ноутбуков до легковых автомобилей и электробусов. Но если каких-то возможностей пока нет, так и на Западе свет клином не сошелся, есть друзья и в других частях света. Вот посмотрите, я никогда не ошибался в своих прогнозах. Пройдет еще 5 лет, и мы с россиянами будем делать все, что нужно для жизни и процветания наших государств. Здесь у нас, среди наших друзей формируется сегодня созидательная повестка, экономическая, международная, мировоззренческая. Здесь и в прямом переносном смысле встает солнце. Наш внешнеполитический вектор – это не поворот и не разворот, как любят рассуждать эксперты и некоторые политики. Повторяю, это не поворот и не разворот. Это последовательный, цивилизационный выбор, который делали наши предки и который делаем мы. Беларусь стабильно занимает активную, конструктивную позицию в интеграционных образованиях на постсоветском пространстве, в нашем Евразийском экономическом союзе, в Содружестве независимых государств, ОДКБ. Мы последовательно работаем в этих структурах и расширяем взаимодействие. Вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества – вопрос нескольких дней. Все внутригосударственные процедуры мы завершили. Мы подали официальную заявку на присоединение к формату BRICS в качестве участника. Развиваем сотрудничество в разных сферах со странами Африки, Азии и Латинской Америки. О том, что мы по-прежнему готовы начать конструктивный диалог и с нашими соседями на Западе, я уже сказал, условия наши просты – уважение суверенитета Беларуси, национальных традиций, нашей исторической памяти и выбора белорусского народа. Уже давно пора понять – политика санкционного принуждения делает нас только сильнее. А в мире есть большое количество стран, которые готовы с нами не только работать, но и развивать партнерские, дружественные, союзнические, взаимовыгодные отношения. В их основе доверие к Беларуси, как к партнеру, уважение нашей последовательной позиции, признание качества всего, что мы делаем. Дорогие Беларуси, это ваша победа. Я безгранично благодарен вам за упорство, за сплоченность и трудолюбие, за ваш выбор, который вы делаете, работая во благо родной страны, сохраняя традиции и защищая наш суверенитет. Поздравляю вас с Днем Независимости, Днем, который связывает эпохи и людей, дает ориентиры, помогает выдержать натиск новых геополитических бур. Счастья вам, благополучия и крепкого здоровья, мира и согласия нашему общему дому, родной Беларуси. Нам некуда деваться, потому что это самое время, трудное время выбрало нас.